Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у меня будет видео-болталка на тему моих комплексов, минусов, плюсов, как касаемо фигуры, так и касаемо моего характера. Так что, кому интересна такая тема, продолжайте смотреть. Ну и давайте начнём с моей внешности. И я могу сказать вам, что никогда в своей жизни у меня не было каких-то прям явных комплексов, даже когда у меня был лишний вес. Ну вот прям так, чтобы я сильно парилась на какую-то тему, чтобы я прям, вот знаете, прям не могла с этим жить. У меня такого не было никогда. Но в то же время я никогда себя не относила прям к писаным красоткам. Знаете, что я прям такая красотуля-красотуля. Не потому, что я такая скромная, а потому, что я знаю свои недостатки и знаю, что я не идеал. Хотя, наверное, идеальных людей тоже не бывает. Ну и давайте же всё-таки вернёмся к моим недостаткам, да, недостаткам внешним, которые я в себе вижу и, ну, которые я, наверное, не могу исправить. И у меня их два. Первое – это моя талия, точнее, её отсутствие. Ну да, практически, можно сказать, совсем отсутствие. Моя фигура, как я уже говорила, прямоугольник. Ярко выраженной талии у меня нет. Конечно, занятием спортом она стала более или менее заметна, животик стал уже поменьше. Но всё равно это не то, о чём я, так сказать, мечтаю. И более того, то, о чём я мечтаю, я не достигну никогда, потому что у меня такой тип фигуры. То есть мне нравится фигура песочной часы, а также мне нравится фигура груша. Фигура груша достаточно красивая, на мой взгляд, если не имеется лишнего веса, большого лишнего веса, то, ну, будь я мужчина, я бы мимо таких фигур точно бы не прошла. Вот. Можно ли это исправить, да, путём операций, путём инъекций, то есть каких-то таких достаточно серьёзных хирургических вмешательств? Можно всё исправить. Почему нет? И второй комплекс, который у меня, ну, я даже не назову это комплекс, недостаток моей фигуры, да, это грудь. И я дико завидую девушкам, которые имеют третий-четвёртый размер груди. Мне кажется, это просто идеальная грудь, и мне кажется, что, ну, вот прям это всё идеально, и это очень красиво, и мне очень-очень нравится. Но вот, к сожалению, как-то так. Можно ли это исправить только путём операции? Больше, к сожалению, моему никак это не исправить. И в то же время я знаю, что небольшая грудь имеет свои плюсы. Она никуда не деётся с возрастом, с беременностью, с кормлением грудью и так далее. Она вот как она есть, так она и есть. И женщины с такой грудью, как у меня, скажем так, не попадают в зону риска. Об этом не говорил, кстати, мамолог, поэтому я могу, грубо говоря, спать спокойно, но всё равно за здоровьем следить нужно. И это как бы плюсы, но ключевое слово здесь как бы. Мне всё равно очень нравится грудь размера третьего, четвёртого, и, ну, вот, да. К сожалению, как-то так. Ну, и отсюда давайте поговорим по поводу операций пластических, как я к этому отношусь. Ну, я, наверное, так в серединке стою. Я не за и не против. То есть, ну, вот как-то так. Я считаю, что если у женщины есть какой-то очень сильный комплекс на ту или иную тему, возможно, какие-то вот, например, если брать грудь, да, какая-нибудь сильная асимметрия или сильное, там, может быть, обвисание какое-то, или вообще какие-то сильные вот прямо такие вот очень сильные недостатки, и из-за чего она не может быть, не знаю, наслаждаться постелью, можно так выразиться, да, и не может там раздеться, стесняется очень, и вообще её жизнь превращается в какую-то муку, ну, тогда да, я считаю, что тогда, конечно, нужно это даже исправить, чтобы жизнь всё-таки в наслаждении, а не в постоянных мыслях о том, что у тебя там что-то где-то не так, и что тебя увидит, кто-то на тебя посмеётся там или ещё что-то как-то оттолкнёт и так далее. Ну, в общем, я думаю, вы меня поняли. Пошла бы ли я на пластическую операцию по поводу, ну, допустим, груди? Наверное, да, но меня останавливает от этой операции только, ну, во-первых, её стоимость, конечно, тут не буду врать, но и также количество побочных эффектов, вообще все минусы, которые существуют с пластической операцией на груди, меня, конечно, это очень сильно отталкивает, в том числе самый главный минус, который меня отталкивает в том, что, как вы понимаете, я читала на эту тему, изучала информацию, в том, что самые такие надёжные планты – это круглые формы, потому что те, которые более натуральные, да, вот это каплевидные формы, они имеют свойство переворачиваться, и тогда нужна повторная операция. Поэтому круглые формы – это самые такие оптимальные импланты, которые можно поставить, но они выглядят неестественно. Вот сколько бы я ни смотрела, они выглядят, ну, прямо вот даже где-то, может быть, отталкивающе, да. Да, бывают красивые варианты, я не спорю, но в общей сложности, вот, ну, не нравится мне, как это выглядит. Мне нравится, как выглядят вот эти, такой, в форме капли, да, как они, каплевидные, по-моему, так называются эти импланты. Они выглядят натурально, они выглядят очень красиво, но вероятность того, что он перевернётся, очень-очень высока, поэтому, поэтому нет, поэтому я не иду на эту операцию. И, кстати, мой муж очень-очень против этого, он прямо даже слышать от меня ничего не хочет. Вот. Что касается всего остального, ну, если копаться, ковыряться, ещё можно найти много-много-много минусов и плюсов в том числе. И есть один такой момент, о котором я тоже хочу поговорить в этом видео, и который многие из вас считают, что я этого стесняюсь, но я этого, честно вам признаюсь, не стесняюсь. И говорю я сейчас о своих зубах, а точнее о том, насколько они ровны. Я в детстве исправляла эту ситуацию, но, как вы видите, это не помогло, а всё стало ещё даже хуже, чем было. И, конечно же, у меня достаточно сложная с этим ситуация, требующая достаточно больших вложений в эту область. И, конечно, я к этому стремлюсь, и я думаю, что в ближайшем будущем я как-то это исправлю. И так как я знаю, что всё в моих руках, и я могу это исправить, и всё хорошо, то никогда я не испытывала на эту тему комплексов, и никогда никакого дискомфорта. Я не знаю, никто надо мной никогда не смеялся. И вообще эта тема как-то, ну вот, как-то мимо меня всё время проходила, да. И, ну, для кого-то это прямо очень сильный недостаток, для меня нет. Нет, я вообще на самом деле на эту тему не парюсь, и всё хорошо. Более того, если бы я действительно смущалась бы этого вопроса, я бы не стала бы вообще вести свой канал на Ютубе, потому что я знаю и вижу, сколько негатива есть на Ютубе, поэтому эта тема, ну, как бы неактуальна для меня. То, что вы видите, что я якобы прикрываю свои зубы, ну, во-первых, у меня сама по себе такая мимика, то есть у меня нету, ну, как вот этой уздечки, да, которая там внутри находится. Она у меня, ну, в общем, такая, да. Ну, не знаю, я знаю, что когда она коротенькая, то губа приподнимается наверх. Вот у меня с ней вообще всё хорошо, даже, наверное, чересчур хорошо. Поэтому это моя мимика. Ну, она всегда, наверное, у меня была. Плюс ещё камера, она стоит чуть выше, то есть она смотрит немножко сверху на меня, и поэтому вы видите только мои нижние зубы. Я не стесняюсь смеяться, я не стесняюсь улыбаться, и, ну, для меня в этом вообще нет никакой проблемы. Более того, у меня даже на канале, на вот этой заставке, где есть такая длинная, как она называется, на моей страничке, да, там есть фотография, где я улыбаюсь и показываю свои зубы, и мне кажется, ну, как бы здесь нет ничего такого плохого. Вот такая моя особенность, и я как бы с этим живу, и я думаю, что в ближайшем будущем всё будет вообще идеально в этом плане. А, и ещё в этом видео хотела поговорить по поводу инъекций. Тоже у меня очень часто спрашивают, как я отношусь к инъекциям, различным там уколам красоты и так далее и тому подобное. Я могу сказать, что я не вижу ничего плохого, когда девушки это делают, например, исправляя какую-либо ситуацию, которую невозможно исправить другим методом. Например, асимметрию губ или ярко выраженной носогубной складки, которая всё-таки визуально очень сильно старит человека, да, то есть когда вот от природы, скажем так, своей есть явно выраженные носогубные складки, когда есть очень сильная сухость, то есть когда вот сухость кожи, например, или ещё какие-то моменты, которые вот по-другому не исправить, и они идут вот на эти инъекции, то да, почему бы и нет. Когда эти инъекции делают девушки в 25 лет, в 20 лет они колят себе, делают контурную пластику, я тут у одной девушки видела, вообще вот этого я не понимаю, я не понимаю, зачем это. Конечно, может быть проще целую неделю гулять ночами по клубам, не знаю, как в понедельник накрасилась, так до воскресенья уходишь, и потом просто пойти поколоться, и как бы всё хорошо. Ну вот, да, к такому я отношусь плохо. А когда это идёт исправление каких-либо ситуаций или там такой антивозрастной, сильный антивозрастной уход, то почему бы и нет. Я ничего из инъекций, ничего не делала, справляюсь пока уходом, считаю, что, ну, в принципе, выгляжу неплохо на свои года. Ну и давайте перейдём уже к моему характеру, наверное, можно так сказать, какие у меня есть минусы и плюсы. Значит, самый главный минус, который у меня есть, который, кстати, вытекает из плюса, ну, это вот такой прям пунктик у меня, с которым я достаточно долго боролась, наверное, пыталась справиться, но до конца у меня это не получилось. Я вообще по жизни достаточно уравновешенный человек, меня очень сложно вывести на эмоции, я имею в виду сейчас негативные, на позитивные всегда, я всегда за. А на негативные эмоции меня достаточно сложно вывести. И более того, даже если человеку кажется, что он вывел меня на эмоции, то есть я могу что-то ответить, да, такое, или написать что-то, да, но ему кажется, что вот он меня подцепил, я могу сказать, что этот человек глубоко заблуждается, потому что внутри себя мне вообще всё равно обычно. То есть я спокойная, как в танке, просто. И, ну, прямо надо очень сильно постараться, ну, прямо вот очень-очень-очень сильно постараться, чтобы вызвать во мне какие-то негативные эмоции. Обычно мне просто всё равно, как я уже сказала. У меня могут вызвать негативные эмоции только мои родные. Это действительно правда. Все остальные, ну, как бы нет. Сколько даже у меня на работе случаев было, я работала с людьми. И, ну, как бы вообще. У меня даже и руководитель мой очень долго надо мной удивлялся, как я могу вообще в каких-то ситуациях, ещё плюс к тому, что я женщина, да, гормональное существо, можно так сказать. Я спокойно реагирую на какие-то ситуации и выхожу, скажем так, сухой из воды. Да, такое есть. Но если меня довести, а это могут сделать, как я уже сказала, мои родные и близкие, то всё, прям пиши пропало, честно. Я вспыхиваю так, что... Ну, вот держите меня семеро, честное слово. Я в этот период наговорю столько гадостей, я могу сделать столько неприятностей, настолько сильно ранить, уколоть человека, что это просто кошмар. Причём я могу даже наговорить того, что не думаю. Но в такой период я вот прям не дружу сама с собой и буду стараться сделать максимально больно человеку, который вот вывел меня на такие эмоции. И мою эту особенность, мои близкие и родные знают, и справляюсь я с ней следующим образом, я просто ухожу. То есть, когда я чувствую, что вот я сейчас прямо вот дойду до точки кипения, я просто ухожу. Ухожу на улицу, ухожу в другую комнату, я не знаю, запираюсь где-нибудь в ванной, всё что угодно. Но меня нужно оставить в покое, я должна успокоиться, и только потом я могу продолжить разговор. Со мной очень редко такое происходит, я вам скажу точно. Последний раз, наверное, было где-то год назад. Ну, просто потому, что я учусь справляться с этим, да, просто потому, что я ухожу от этого, просто потому, что мои родные и близкие знают о моей такой, ну, маленькой особенности, я бы так это назвала. Но всё же, на самом деле, это огромный минус, потому что, как я уже сказала, я могу наговорить такого. И самое интересное, что я могу даже не вспомнить о том, что я говорила. То есть, это будут сплошные эмоции, которые будут выходить из меня огромным потоком, и которые очень сильно ранят того человека. на которого я их буду и заливать. Так что, да, вот такой вот у меня огромный минус, но я стараюсь с этим справляться. Вообще, в жизни я достаточно спокойный человек, я не скандальный человек. Я редко скандалю. Ну, могу там что-то на кого-то, не знаю, поворчать, походить, как бабулечка старенькая, знаете, там что-то кого-то построить и так далее. Но в общей сложности я такой очень сильно эмоционально уравновешенный человек. И, ну, как-то мало у меня негативных эмоций. Позитивный, конечно, обычно льёт через край у меня. И ещё один такой, есть у меня момент, я не знаю, ну, это тоже такое, знаете, с одной стороны плюс, с другой стороны минус. Если мне что-то прям вот втемяшится в голову, я прям по-другому сказать не могу, то всё, держите меня семеро. То мне нужно это сделать прямо вот в сию секунду и прямо вот сейчас. Вот прям вынь и положь. И вот по-другому никак. С одной стороны, это, конечно же, плюс, да, в том, что если что-то вот такое, с позитивной точки зрения мне что-то захотелось, да, я обязательно этого добьюсь, делаю. То есть я прям вот на эмоциях так прям пойду, вы знаете, там прям на позитиве, и за раз тут всё переделаю и так далее. Это, конечно, плюс. Но иногда это бывает минус. Минус больше, наверное, для моих родных, близких. Это также являлось отчасти минусом на работе, когда вот я там кому-то говорила, сделай вот это и как бы вот прям всё брось, иди делай. Да, вот, ну, потому что мне вот приспичило, скажем так. И то есть это такое и минус, и плюс одновременно. Вот, также я являюсь таким человеком, который... Если мне что-то интересно, если я что-то очень сильно хочу, если у меня прямо что-то вот захватывает, вызывает во мне какие-то положительные эмоции, я не знаю, и вот прямо у меня есть какая-то цель, которая вот я знаю, что я до неё приду, я буду до неё идти, во что бы мне это ни стало. Я не пойду по головам, но я сделаю всё, чтобы обойти эти головы, но дойти до своего результата. То есть я не пойду прямо по дороге через мины. Я полезу по скалам, разобью свои ноги, руки в кровь, но я обойду это и дойду. И вот я не знаю, насколько это плюс, насколько минус. С одной стороны, возможно, это и минус, смотря как на это посмотреть. С другой стороны, это является на самом деле огромным плюсом, потому что если я чем-то заинтересована, если мне что-то нравится, я выкладываюсь на все, я не знаю, миллион процентов, и прямо вот буду делать, 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 и на самом деле вот этот запал у меня, он не закончится до тех пор, пока я не достигну какой-то цели или пока... То есть если я чем-то увлеклась, то я буду достаточно долго этим увлекаться, и это может даже превратиться в часть моей жизни, и я буду кайфовать от этого. То есть вот даже так. То есть нет такого, что я загорелась и быстро потухла. У меня такое крайне редко бывает. Ну вот ещё вот такой момент тоже у меня есть. Ну и есть ещё такой один небольшой моментик, о котором я тоже хочу сказать. Я такой, наверное, здесь больше играет то, что я телец. Более того, я ещё родилась в год БК, я 85-го года рождения. Я такой человек, которого сложно переубедить. Вот если я, допустим, у меня есть какая-то... Вот допустим, у меня есть какая-то жизненная позиция, скажем так. Я считаю, что правильно поступать так, правильно делать так, и у меня нет вариантов, и у меня нет шансов. Наверное, так можно сказать. То есть можно делать только так, и остальное я не понимаю. Это на самом деле минус, потому что, например, вот в общении с подругами, например, это является на самом деле минус. Я не приемлю людей, которые постоянно жалуются, то есть людей, которые находятся постоянно в роли жертвы. Я вообще не приемлю таких людей. Когда я, допустим, разговариваю с этим человеком и понимаю, что вот это вот как раз-таки он есть, у меня возникает только одно желание — развернуться и уйти. И я могу сказать, что женщин, большинство, не все, конечно, но я встречаю именно таких. Поэтому я тут человек, который с виду может показаться, что очень тяжело идёт на контакт, я не знаю, какой-то зазнавшийся человек и так далее. То есть я, например, стоя в очереди, никогда не поддержив разговор о том, что как тут всё плохо, это очередь, не могли сделать там что-то другое и так далее. Я никогда не вступлю в такие разговоры. Или, допустим, сидят там две женщины, начинают кого-то обсуждать, там, знаете, вот это вот перемалывание кому-то косточек, всё плохо, 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 и потом заговорят со мной, и я не продолжу с ними общение. То есть я вот как бы всегда такая вот, ну как немножко в стороне от этого, потому что для меня это неприемлемо. Я не понимаю таких людей, и всё. И у меня как бы вариантов нет. Я искренне считаю, что всё в наших руках. Я туда же относятся люди, которые всё время говорят, вот ему повезло, ему повезло, а мне не повезло, или там ему повезло, этому не повезло. Вот это везение, вот это вот такая жизнь и так далее. Это такие разговоры вообще для меня неприемлемы. Я терпеть этого не могу. И как бы вот, и не переубедить меня вообще никак. Да, я понимаю, бывают разные обстоятельства жизненные, разные пути и так далее, и тому подобное. Но я не могу. Вот не могу и всё. И вот, вот да. Это вот для примера я привела. И так на самом деле есть некоторые другие моменты по жизни, которые вот я считаю, что должно быть так, и как бы вот нет вариантов. Просто нет вариантов и нет шансов. Вот как-то так. То же самое касается, если я принимаю какое-то решение, что вот так и никак иначе. Я не даю шансов и не даю вариантов. Вот как бы вот так. Ну и ещё последний момент о своём характере, которым я хочу вам рассказать, это то, что я тот человек, который не врёт. И это действительно правда. Почему я не вру? Потому что я просто считаю, что мне это не надо. Более того, мне просто лень это делать. Ну, про свою лень я тоже, наверное, говорила о том, что я такой человек, который любит полениться. Но моя лень такая странная, да. То есть у меня, например, вот лень врать, да. Например, как я уже сказала сейчас. Мне бывает из такого бытового, например, лень одеть носки. И я могу с голыми ногами пойти, на улице холодно. Мне лень пойти поискать в шкафу свой шарф. Я просто пойду без шарфа, да. Хотя я знаю, что я простужусь, заболею, у меня будет болеть горло. Мне лень там. Иногда вот я, допустим, нахожусь там на втором этаже, что-то делаю, хочу есть. Мне лень спуститься вниз и себе что-то приготовить. Мне иногда бывает лень даже разогреть себе еду, и я ем её холодной. Но я не люблюсь в каких-то других моментах. Наоборот, в других каких-то моментах я более трудолюбивая. То есть уборки дома, ещё какие-то такие вещи. Ну вот как-то так. То же самое касается вранья. Я просто искренне считаю, что врать мне не нужно. То есть это тоже такая, знаете, закрепившаяся за мной позиция. Почему я так считаю? Потому что мне не нужно вот это вот. Это же надо придумать, что соврать, как вот так вот всё красиво преподнести, чтобы тебе поверили. Потом ещё запомнить, что ты наврал, потому что вдруг тебя потом спросят, а ты уже растеряешься и не узнаешь, что ответить. Тогда человек узнает, что ты наврал, и тебе будет как-то неудобно, стыдно, там ещё что-то. То есть вот такие моменты, как бы, они мне просто не нужны. Вот я просто не хочу запариваться на эту тему. Если я не хочу отвечать на какой-то вопрос, потому что, ну, бывают такие обстоятельства, что тебе как бы или не ответить, или соврать. Я просто скажу, что я не хочу отвечать. И я считаю это нормальным. Более того, я считаю, что каждый человек имеет право не ответить на какой-либо вопрос. Я, например, никому ничего не должна. И если я, ну, у меня кто-то что-то спрашивает, я не хочу отвечать. Я так и скажу, я не хочу отвечать. И не вижу здесь ничего такого. Но бывают такие обстоятельства, когда всё-таки приходится что-то ответить. Так вот, я сделаю всё, чтобы не сказать правду и при этом не ответить. И частенько бывает такое, что человек так смотрит на меня и говорит, что? И на что я могу сказать, ну, я как бы тебе уже всё объяснила, там что-то запутала, закрутила, как бы всё, больше говорить ничего не буду. Развернусь, уйду. И человек такой стоит и вроде как бы ответила, а чего ответила, непонятно, да? То есть вот так вот как-то вот мягенько уйду от ответа и как бы всё, да? И потом ещё раз, если меня ещё раз спросят, я скажу, ну, я же тебе ответила тогда. Ну, ты не понял, ну, чё, бывает. Я уже не помню, что я там тебе говорила, типа, отстань от меня. То есть как-то отмахнусь, постараюсь уйти от ответа, но врать не буду. Вот честно, мне это вообще не нужно. И более того, я такой достаточно... Ну как, я не скажу, что я открытый человек, да? Потому что есть некоторые моменты, которые я никогда не буду обсуждать, которые я никогда ни с кем не буду об этом говорить, даже со своей мамой и даже с мужем, да? То есть есть какие-то моменты, которые вот, ну, я не буду ни при каких обстоятельствах обсуждать. Я не тот человек, который выносит ссоры за сбы. Я никогда не буду какие-то моменты выставлять на всеобщее обозрение. Я никогда не ругаю, не ругаюсь с мужем в общественных местах. Я никогда не ругаю ребёнка в общественных местах. Я всегда это делаю дома, по-тихому, но делаю так, что больше не захочется. Вот. Но при этом я спокойно могу ответить на какие-то вопросы, которые вот для кого-то могут показаться слишком интимные, например, или слишком личные, например. Я могу спокойно на них ответить. Если я считаю, что это такой поверхностный вопрос, то почему бы и нет, почему бы не сказать. Я как бы в этом плане не стеснительный человек. Я, кстати, вообще в принципе не стеснительный человек. То есть я как бы, как я уже говорила, никогда не стеснялась своего тела. То есть я, когда даже была полненькая, ну, спокойно ходила в купальники, и как бы меня ничего не... Как-то ничего меня не парило, скажем так. Поэтому вот так вот. Ну, в общем, немножечко, не знаю, познакомила вас с собой, потому что на самом деле с экрана все кажутся такие милые, хорошие, красивые, но по факту иногда это бывает не так. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным, интересным. Если у вас есть какие-то ко мне вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Вообще, пишите комментарии, ставьте пальчики вверх. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимайте колокольчик. Всех люблю, целую и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok